Международные военные пятиборья В пятиборье весьма специфический военно-прикладной вид спорта, включающий в себя стрельбу и стандартные винтовки в положении лежа, преодоление полосы препятствий, плавание с препятствиями, метание гранаты на точность и дальность, а также кросс. 8 километров у мужчин и 4 километра у женщин. Главными соперниками наших пятиборцев были военнослужащие спортсмены Китая и Бразилии. В ходе чемпионата погода внесла свои коррективы. Это был ураганный ветер во время стрельбы, дождь проливной во время метания гранат на точность и дальность. И, в принципе, наши ребята оказались стойкими к таким условиям. Не было провалов. То есть они отлично выступили и в стрельбе, и в метании гранат, показали свои результаты. Этого оказалось достаточно для того, чтобы к финальной точке, к кроссу, подойти на третьем месте, но с небольшим отставанием от лидеров этой команды Бразилии и команды Китая. Кросс является нашим коньком, нашим преимуществом перед всеми остальными странами, потому что в кроссе ребята бегут очень здорово. И, соответственно, они справились с этой задачей, они выиграли. Этот кубок с 1994 года находился в руках китайской команды. И в 2014 году он перешел в российской команде. «Необходимо отметить еще успешное выступление нашей женской команды, потому что женская команда заняла второе место, проиграв только китайцы. Это тоже является достижением, потому что девчата в основном либо рябят с предисталом, либо третье место занимают. Второе место – это тоже очень серьезное достижение». В будущем году в Южной Корее пройдут шестые всемирные летние военно-спортивные игры, своеобразный аналог олимпийских игр для армейских спортсменов. Все мы надеемся на успешное выступление нашей команды на этих представительных и престижных соревнованиях, которые, как олимпиады, проводятся раз в четыре года. Субтитры создавал DimaTorzok